Здравствуйте, друзья! Меня зовут Павел Петель. Как говорил известный индийский политический деятель Махатма Ганди, смысл жизни не в том, чтобы прожить её как можно быстрее. Я уже предчувствую, что мода на спокойную, немного замедленную, уравновешенную жизнь всё-таки приходит. Насколько медленная, настолько, сколько вам нужно. Вообще нужно жить для себя. Я считаю, что в наш такой вот напряжённый, энергичный такой вот период развития человечества, когда большинство из нас подвержены стрессу, депрессиям, каким-то неудовлетворённостью какой-то, что ли, на мой взгляд, только один выход есть. Это успокоиться, замедлиться. Даже вот проанализируйте, как вы говорите. Говорите спокойно, медленно. И даже ваше мышление, ваш образ жизни, ваше спокойствие наполнит всё ваше тело. И вы почувствуете себя здоровым, счастливым человеком и благополучным, естественно. Ой, я уже расслабился. Ну что ж, на этой ноте ещё немного о трендах и тенденциях. Как вы помните, в прошлом году в инстаграм я предсказал цвет года. Я тогда заявил, по-моему, летом, что цвет 2018 года будет либо пыльно-розовый, либо фиолетовый. Ну и институт цвета понтон объявил в конце года главный цвет года ультрафиолет. Я не волшебник, я только учусь. На самом деле, не стоит труда предсказать цвет года, потому что цвет не придумывается, а, скорее всего, цвет отображает тенденции, современные тенденции, тренды. Я, как дизайнер, это дело изучаю, поэтому я сейчас скажу, что главным цветом 2019 года будет нежно-желтый, пастельно-желтый или, как его называют ещё, неаполитанский желтый цвет. Возможно, это будет какой-нибудь там горчичный желтый цвет. Смотрите, друзья, если я точно предсказал, то с вас бутылка шампанского, а если нет, то напишите в комментариях потом, что дедушка Павел плохая гадалка. Ну что ж, главная тема сегодняшней программы, как я назвал её, функционализм мышления. Функционализм мышления – это исключительно моё такое вот придуманное словосочетание. Я, как дизайнер, вдохновился архитектурой. Функционализм, появившийся в архитектуре в прошлом веке, в 20-е годы, который отбрасывал всё лишнее, прямые линии. Ну, знаете, как берёте стакан, чистый, без украшений, чистый стакан. Главная его функция – это наполнить водой этот сосуд, выпить, то есть он своё дело сделал. То есть форма должна соответствовать функции. Я к чему это всё веду? Я думаю, каждый из нас хочет жить в благополучном мире и быть благосостоятельным человеком, в материальном плане также. Конечно, давайте начнём, наверное, с самого начала. Любой психолог подтвердит, что всё закладывается в детстве. Понятно, что формируется наше благосостояние в детстве, нашими родителями. Но смотрите, моя история какова? Думаю, каждый из вас вспомнит свою историю. Если у вас какие-то сегодня существуют, возможно, проблемы, значит, я никогда в детстве не слышал от своих родителей такие слова, как «я люблю тебя», или «ты будешь хорошим предпринимателем», «ты будешь богатым, успешным». Все установки, которые в детстве мои родители в меня вкладывали, это «тебе нужно много работать», «ты не принц», «у тебя есть старший брат, он красивый», «а ты какой есть, такой есть». В общем, послушайте, у меня столько разгребать приходится до сих пор. Понимаете, есть детство, а мы взрослые люди, поэтому мы уже на сегодняшний день имеем, я считаю, право быть теми, кем мы хотим быть. Главное – понимать и знать, что ты хочешь. А все остальное просто все притянется, исходя из вашего мышления. Конечно же, я не сержусь на своих родителей, потому что я один в один, копия своего дедушки, мой дедушка из детского дома, из города Владивосток, это было в довоенное время. Ну, послушайте, когда я читаю книгу про Ингвард Кампрат, создателя Икеи, я читаю о том, что его бабушка развивала в нем предпринимательскую жилку, покупала у него спички, открытки. Ну, родители говорили, что его любят и так далее. Это одна история. Но кто моего дедушку в детском доме будет учить предпринимательство в Советском Союзе и говорить о том, что его любят? Конечно, он вырос в определенной атмосфере. Это же он передал моей маме. И также в такой же атмосфере отец мой вырос. очень похожий. Поэтому я ничего не требую от своих родителей, и я на них не рассержен. Но мы, взрослые люди, повторю, и мы сегодня имеем право занимать то место, которого мы достойны, несмотря даже на наше воспитание. Поэтому сегодняшние мои рекомендации, надеюсь, вам помогут и вдохновят. Первое. Самая большая заноза для развития любого человека, это чувство перфекционизма. Я даже выговорить не могу. Это ужасное слово. Стремление быть идеальным. Лучше соответствовать каким-то общественным критериям. Господи, да, это парализует просто вас. Это страх. Страх допустить ошибку. Это постоянное топтание на месте. Вот я какой-то создал определенный стиль, там, как Майкл Джексон когда-то создал свой образ, или там Верка Сердючка с этой звездой. И все. Зона комфорта, либо боязнь сделать что-то хуже. В итоге топтание на месте. И это вот в любом бизнесе, в любой сфере, когда мы, даже как начальник подчиненному, когда мы не допускаем возможности, что, например, наш подчиненный будет ошибаться. Но это все. Это значит, нет ни у тебя, ни у начальника, нет чувства того, что ты можешь сделать ошибку, а потом пойти дальше. Это и есть настоящее развитие. Позволить себе ошибаться, позволить себе быть несовершенным. Это единственный способ, чтобы развиваться и идти дальше. Я, например, стал себя все больше и больше контролировать в этом плане, и говорить себе, вот запомните такую фразу, достаточно хорошо. Например, нужно понять, не нужно быть совершенным, не нужно быть идеальным, достаточно быть просто хорошим. Очень похожая философия с шведским стилем жизни, лагом, о которой я, наверное, специально отдельно сделаю выпуск. Но это как бы не важно. Каждый раз, когда вы, ну, не знаю, вплоть до того, что вы делаете пост в Инстаграм, увидели, что там на фоне какое-то грязное окно, или еще что-либо. Да, да, кто-то там обратит на это внимание. Это нормально, это не важно для того, что вы хотите. Это не имеет значения. Вы себе говорите, достаточно хорошо, вот для Инстаграма, для какой-то работы, достаточно хорошо. И идете дальше. Потому что, если вы вернетесь, и будете фотошопить, будете переделывать, все, вы просто повязнете, вы просто законсервируетесь, вы просто, этот страх вас парализует, парализует ваше развитие. Это очень важный момент. Запомните, каждый раз говорите себе, это достаточно хорошо. А остальные, это не ваши проблемы. Пусть критикуют вас за какие-то недостатки, не обращайте на это внимания. Тут уже подойдет мой второй лайфхак, о котором я сейчас расскажу. Смотрите, функционализм мышления, мышление, это возможность очистить информационное пространство в своем мышлении, в своей голове, для того, чтобы получать то, что вы хотите. Поймите, когда у вас мусор в голове, когда вам говорят, там грузят вас, привлекает ваше внимание, вот то, что в вашей голове, то и в реальной жизни. Поэтому очень важно, во-первых, понять, что вы хотите. Когда вы поняли, что вы хотите, вы уже можете размышлять в таком плане. Я всегда сейчас себе чаще говорю вот несколько таких выражений. Это не важно, это не имеет значения. То есть, по отношению к моей цели. Вот у меня есть цель, и когда меня чем-то грузят, я говорю, это не важно, это не имеет значения. Я иду дальше. Смотрите, пример. Я как фрилансер имею много заказчиков, много различных типажей людей. Недавно мне написало и позвонила потом дизайнер нижнего белья. Она мне, там что-то начало меня, в общем, грузить. Давайте сделаем коллаборацию, там давайте то, давайте сё. Но единственное условие, вы должны приехать, я должна на вас надеть эти трусики, все почувствовать. Знаете, я тут включил очень важную вещь. Не нужно быть такой, знаете, целкой, не дотрогой. Господи, да поиграй с этим человеком. Поймите, на самом деле, не так важно, что вам говорят. Важно, первое, чтобы в вашей голове это не оставалось. Будьте приветливыми с людьми, не отгоняйте их человеческие потребности. Возможно, этой женщине неважно была реклама этого белья. Возможно, ей хотелось потрогать, там, я не знаю, мою попу, мой писюн или посмотреть. Но это хорошо, это нормально. Вообще, обаяние откроет все двери. Я уверен, что такой президент, как Дональд Трамп, который также обаятельный персонаж, который стал популярен в народе. Не забывайте, что нужно включать обаяние. И зачастую ваши партнеры по бизнесу это же тоже люди. И зачастую, возможно, им всего лишь нужно даже тоже общение. Какие-то человеческие потребности у них есть. И не нужно включать всегда вот такую вот позу. В общем, будьте человеком и будьте с людьми также по-человечески к ним относиться. Но в то же время, смотрите, очень важно, одно дело, когда вы воспринимаете информацию. Не обязательно людям говорить «это не важно, это не имеет отношения к нашим переговорам». Важно то, что не то, что человек вас грузит информацией. Важно то, что в вашей голове остается. Просто, когда там человек говорит про свои какие-то там переживания, про свои идеи, но они вам не нужны. Вы можете послушать какое-то время, а главное все это отпустить. Вы себе в голове говорите «это не важно, это не имеет значения». И все. И человек остался довольным, и ваша голова не осталась захламленной. Но в то же время я еще рекомендую разделять информацию на две части. Отдых, работа. Когда мы говорим о работе, включайте механизм деньги, сроки, условия. То есть, всю эту информацию там сразу формируете то, как вы будете работать человеком. Информация вам нужна простая, несложная для понимания. Все должно быть четко, без каких-то фантазий. И желательно, конечно, это все фиксировать в письменном виде. И повторю, сроки, деньги, условия. Есть ли у вас время, готовы ли вы за эти деньги сделать, что от вас требуется. И есть ли у вас вообще возможность это сделать. То же белье, например, я себе сразу сказал, что у меня сейчас фигура подходит, я похудел, и я могу рекламировать, например, это же белье. Как я и говорил, я бы разделил на две части информацию, которая поступает к вам. Первая, это рабочая информация. Вторая, это информация от друзей, приятелей. Это как бы отдых, тут просто вы можете воспринимать всю информацию легко и свободно, и уже как бы тоже это ваша задача сформировать вокруг себя такой вот круг общения, когда люди вас не грузят в плане там что-то должен сделать, потому что сразу включится сигнал работа. Это уже немного другая история. Ну и конечно, зачастую иногда лучше послушать какого-нибудь заказчика, понимая даже, что у него нет денег, и он вам не принесет какую-то прибыль. В этом случае просто тоже нужно расстаться красиво, с улыбкой, знаете, как да-да-да-да, мы все решим, мы все обсудим, я проанализирую вашу информацию, но вы понимаете, что человек, ну у него нет денег, у вас есть чутье такое, или вы понимаете, что его задача невыполнима. В этом плане нужно хорошо расстаться с человеком, расстаться, потому что когда вы начинаете с человеком, я не знаю, спорить, конфликтовать, объяснять ему, что-то доказывать, в это время, представляете, денежный мешок, ваш потенциальный заказчик, это может даже в личной жизни быть, кстати, ваша любовь проходит мимо, и пока у вас голова ваша загружена этим мусором и хламом, ваша вот судьба промчалась мимо вас, поэтому когда у вас так называемый функционализм мышления, вы легко добьете свои цели, очистили все в голове, у вас есть четко цель, чего выходите, и поступает информация, это не важно, это не имеет значения, вот это вот мне поможет в этой работе, но в то же время не забывайте быть таким обаятельным человеком, потому что обаяние откроет все двери, обаяние это такой секрет успеха, я считаю, на многие годы для любого политика, бизнесмена, да и в любой сфере, в личной тоже, да, и конечно же легкость, играйте с людьми, на самом деле не стоит всегда включать училку какую-то, будьте легким, даже иногда легкомысленным, люди должны видеть вас легкого, успешного, человека, в котором не засорен каким-то негативом, стрессом, не забывайте то, с чего я начал это шоу, смысл жизни не в том, чтобы прожить ее как можно быстрее, поэтому расслабились, и все, я вас люблю, и целую вон туда, пока.